Оу Магьяна Дмиранда Сиянан Джана Шавака Чакшарун Мелитамина Тасмайши и Гравейна Маха Джау Вишну Падшила Бахти Бималавадут Махарашки Джай Джау Вишну Падшила Бахти Нирмала Чари Махарашки Джай Джау Вишну Падшила Бахти Раматку Судуна Махарашки Джай Джау Вишну Падшила Бахти Нирмала Чари Махарашки Джай Джау Вишну Падшила Бахти Нирмала Чари Махарашки Джай Я вам вишну подшила, сочет вананда бахтина от токурки, джай. Я вам вишну подшила, джаганатхадас бабаджи махарашки, джай. Ширу панугуру варгаки, джай. Намачарья шила хридас токурки, джай. Анантхоти вайшна уринды, джай. Сочетание сросла от мадхачарья уринды, джай. Джай, шипатвиджараман праву, джай. Он вишну подшил вареньем шивачей бахтидан с вами пробхопатки, джай. Джай. Шигуру парампараки, джай. Саньяса в ринды, джай. Джай, саприкараши, шигуру гурангаганхарвагиридхариджа, джай. Шигирираж гвардхан, джай. Шинерисимхадех прахват махарашки, джай. Шиматитууси махарани в ринда-деви, джай. Бахты в ринды, джай. Харея Кришна, джай. День явления Господа Будды, джай. День явления Шиневаса, чаря, джай. Харея Кришна, дорогие преданные. Очень рада вас всех видеть сегодня. Вчера у нас был день явления Господа Нарисимхадева. Сегодня день явления Господа Будды. Тоже одной из аватар, который пришел тоже с определенной целью ради того, чтобы под предлогом различных религиозных обрядов, под предлогом различных традиций, очень часто начинается так, что совершаются разные неблаговидные дела. И было такое время, когда предписанная религиозная практика, было жертвоприношение животных. То есть это было в определенную эпоху. И люди предлагали животных в жертву, потом, соответственно, начали поедать это мясо. И это было негативно, потому что под предлогом этих самых жертвоприношений люди хотели просто питаться плотью, плотью животных. И поэтому нужно было какое-то нисхождение для того, чтобы облегчить участь низших живых существ. И Господь, Он пришел в виде аватара, Господа Будды, и Он отменил все веды. Он выступил в роли атеиста. Он убрал все веды, провозгласил, что нужно соблюдать принцип Ахимса, ненасилия. И сказал, следуйте мне, и все будет хорошо. И таким образом Он обманул людей и заставил поклоняться тоже самому себе, потому что Он являлся Господом. Таким образом произошел буддизм. Мы сейчас немножко прочитаем об этом, что говорят в Писании. В Шимат Багавата Пуране предсказано явление Господа Будды в начале эпохи Кали. Придя на землю, Господь утвердил принцип ненасилия, отменив жертвоприношение животных и дав деградировавшим людям ведические принципы в доступной для них форме. В начале Кали-Юги еще сохранялись остатки предложения жертвоприношений, остатки традиций совершения жертвоприношений. Но так как эпоха деградации, во-первых, нету квалифицированных браманов, которые могли бы правильно проводить эти жертвоприношения. Деградация и естественное стремление просто наслаждать свой язык, живот. Поэтому все эти жертвоприношения, они были исключительно в деградирующей форме. И дав деградирующим людям ведические принципы в доступной для них форме. В Шимат Багаватам было предсказано явление Господа Будды в начале века Кали. Затем в начале Кали-Юги, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии, Господь явится в провинции Гая, как Господь Будда, сын Анджаны. Его Божественная Милость Шрива Бахтиданда Слами Махараш пишет в своем комментарии к этому стиху. Господь Будда, могущественное воплощение личности Бога, явился в провинции Гая-Бихар, как сын Анджаны, и проповедовал учения о непричинении вреда живому, осуждая даже разрешенные ведами жертвоприношения животных. Во времена Господа Будды люди в большинстве своем были атеистами. Мясо животных они предпочитали всему остальному. Под предлогом проведения ведических жертвоприношений повсюду были устроены настоящие скотобойни. Господь Будда и сострадание к несчастным животным, которых забивали без всяких ограничений, проповедовал ненасилие. Вот что говорит сейчас о нашем времени, когда у нас вообще это все в промышленных масштабах, и в принципе даже не идет речь о каких-то жертвоприношениях, просто животных убивают и поедают. И сострадание к несчастным животным, которых забивали без всяких ограничений, проповедовал ненасилие. Проповедовал, утверждал, что не верят догмам вед, и подчеркивал, что убийство животных оказывает крайне неблагоприятное воздействие на психику людей. Подчеркивал, что убийство животных оказывает крайне неблагоприятное воздействие на психику людей. То есть люди, они заражаются вот этим страхом, который испытывают животные перед своей смертью. Этот страх, он входит в кровь людей Соответственно, люди начинают тоже всего бояться Соответственно, они начинают из страха вооружаться И, соответственно, из страха начинают уничтожать уже себе подобных То есть это как бы причинно-следственная цепочка Мы можем увидеть в этом Если психика у людей ненормальна, естественно, и мир будет ненормально функционировать Поэтому убийство животных – это один из факторов, который являет на психику людей И, как следствие, на то, что в этом мире творится То есть психоз, массовый психоз начинается Малоразумные люди века Калия, не имевшие веры в Бога Стали соблюдать установленные им принципы И какое-то время действительно придерживались моральных норм и принципа ненасилия Которые являются первой ступенью на пути к осознанию Бога То есть принцип ненасилия – это самая первая ступенька к тому, чтобы живое существо начало идти к Богу То есть самые простые принципы – не убей, не укради, не прелюбодействуй То есть вот эти принципы – это самые начальные вообще, это этические принципы То есть если человек не следует этим принципам, то говорить о какой-то духовном прогрессе Или духовной практике не имеет смысла Потому что только с этого начала, с этой платформы живое существо может начать заниматься какой-то духовной практикой Он обманул атеистов, следовавших его принципам Потому что они не верили в Бога, но зато безоговорочно верили в Господа Будду Который сам был воплощением Бога Так он заставил неверующих уверовать в Бога в образе Господа Будды В этом заключается милость Господа Будды Он заставил неверующих поверить в Него То есть он отверг Писания, но заставил поверить в себя И таким образом это было некое облегчение для атеистов Потому что они начали хоть во что-то верить, хотя бы в принципе не насилие И если есть не насилие, то человек, он, в следующий момент, что его психика, она восстанавливается Он становится, начинает благочестиво мыслить, благостно мыслить И способен делать, гармонично развивать этот мир Перед приходом Господа Будды Убийство животных было распространено в обществе повсеместно Люди называли это ведическими жертвоприношениями Поверхностных читателей вед, принимающих это знание не по цепи авторитетно-ученической преемственности Ветеватый стиль этих книг вводит в заблуждение То есть когда мы читаем веды без комментариев Допустим, зашли в интернет, скачали какую-то Пурану Или какие-то наставления каких-то определенных личностей И мы не знаем ни время, ни место, ни обстоятельства При каких-то наставлениях давались И соответственно, если мы начнем применять это Как руководство к действию То соответственно этим мы Все извратим Мы будем все равно все подстраивать на свой лад Но это можно простой пример привести Если, ну сейчас очень много всяких роликов О различных самолечениях проводится То есть, ну там Ну рассказывают какие-то там употребления каких-то веществ С помощью которых человек может очиститься Но всегда они говорят, что Это мы Прежде чем все это приупотреблять И следовать какой-то там очистительной медицинской практике Мы должны проконсультироваться со своим врачом То есть, почему? Потому что если человек, он начинает вмешиваться в свой организм Просто потому что там кто-то что-то посоветовал в интернете То он, не зная свой собственный организм Рискует еще больше заболеть То же самое с этим принципом Но это даже более высший принцип Потому что человек, он вмешивается в какие-то более глубокие структуры Нежели физическое тело А он вмешивается в духовную сферу В духовную структуру Которая очень тонка И одно неверное движение Одно неправильное действие Может впоследствии Исказить как духовную природу живого существа Так и материальную природу живого существа То есть, его духовную природу он не сможет исказить Но из-за неверных духовных воззрений Он покроется еще большим невежеством И еще больше погрузится в эту пучину материального бытия Будет все глубже и глубже погружаться в адские миры Люди называли это ведическими жертвоприношениями Поверхностных читателей вед Принимающих это знание не по цепи Авторитетно ученической преемственности Ветеватый стиль этих книг Вводит в заблуждение Бхагалагите дается характеристика Таких глупых ученых Апивашчитаха Сейчас очень много распространено Мы видим этих глупых ученых Апивашчитах Которые просто читают, что в интернете Потом пересказывают на свой лад Потом еще издают какие-то книги Это много-много Мы можем наблюдать такого Поэтому настоящие ученые Настоящие Они Настоящие писатели Они получают знания из подлинного источника То есть, через гуру Парампу Через подлинную гуру Парампу И восприняв это знание Они могут изложить это знание уже Для данного времени обстоятельств То есть, мы можем это очень четко видеть На самом деле, как это происходит Кто авторитетен давать Трансцендентное знание Кто не авторитетен Допустим, помню Когда только пришел в миссию Я очень часто Слышал от Авадута Махараджи Что он говорил Не важно, что говорят люди Важно, кто говорит То есть, почему важно, кто говорит Кто находится в цепи ученической преемственности Кто находится в гуру Парампу Кто способен давать духовное знание И материальное тоже Если человек принадлежит Какой-то материальной Авторитетной цепи То он может чему-то других научить Но если он сам, самовучка Чему-то научился Через какие-то сомнительные Других сомнительных авторов То, соответственно, ничего хорошего Из этого не выйдет В Бхагавадгите дается характеристика Таких глупых ученых А по Ави Пашчи Таха Недородкие знатоки Ведической литературы Не заботящиеся о том Чтобы принять Трансцендентное послание Из трансцендентного источника Ученической преемственности Неизбежно сбиваются с толку Для них все сводится К ритуальным церемониям Как утверждается в Бхагавадгите Видаишча Сарвайрахам Эваведья Все веды призваны помочь человеку Постепенно встать на путь Ведущий к Верховному Господу Все веды призваны помочь Человеку постепенно встать на путь Ведущий к Верховному Господу Вся ведическая литература Посвящена опознанию Верховного Господа Индивидуальной души Космического проявления И их взаимоотношений Когда эти взаимоотношения поняты Начинаются с соответствующей им деятельности Благодаря которой можно легко Достичь высшей цели жизни Вернуться к Богу К сожалению тех, кто изучает веды Не следуя путем авторитетов Привлекают только очистительные обряды И это препятствует их естественному прогрессу То есть тот, кто отвергает Отвергает Садху Духовных авторитетов Гуру И думает, что они сами себе гуру Соответственно они только самих себя Вводят в заблуждение И других людей И живых существ Тоже вводят в заблуждение И это препятствует их Естественному прогрессу Махарадж Будда был Детство Сидар Расананда, я иногда не понимаю О чем ты спрашиваешь Но так или иначе Еще есть такой момент Что много разных Буд Приходит в этот мир Есть Будда Аватара Есть уполномоченный представитель Господа под именем Будда То есть Просто Я сейчас уже просто забыл Различные Нисхождения Различные личности Которые есть Сиддхартха Будха Будда Сиддхартха То есть это Которые Герман Герсон написал Все разные личности Хотя они Обладали Похожей природой То есть Главное Их природа Это была Отречение От этого мира Отрицание От этого мира И Внутреннее Некое Успокоение Так сказать То есть Внутренняя Отрешенность И И реальная Непривлеченность Их чувств К наслаждению Этим Материальным Миром То есть Они Смогли Свои Чувства Свернуть До такой степени Что Не были Привязаны Никаким Чувственным Удовольствием Этого мира Но Это Разные Это Разные Личности Из этого Мира Но Тот Будда О котором Мы Сейчас Читаем Это Аватар Аватар Господа Вишну Который Пришел С определенной Целью Для того Чтобы Как мы Читаем Прекратить Бессмысленное Жертвоприношение Которое Направлено Были То исключительно На удовлетворение Желудков Для таких Сбитых С толку Людей С атеистическими Наклонностями Господь Будда Является Олицетворением Теизма Поэтому Он хотел Прежде всего Положить Конец Обыча Убийства Животных Убийцы Животных Представляет собой Опасность На пути Ведущего Обратно К Богу Убийцы Животных Представляет собой Опасность На пути Ведущего Обратно К Богу Очень жестко Включается Колесо Самсары То есть Очень жестко Животство Зависит от Кармы Потому что Она вынуждена Очень быстро Пожинать плоды За убийство И поедание Животных И вот Должны В следующих Жизнях Тоже Убивать Есть два Типа Убийц Животных Иногда Душу Тоже Называют Животным То есть Живым Существом Таким Не способом Наслаждаться Трансцендентным Посланием Верховного Господа Поэтому Как уже Говорилось Для того Чтобы вести Людей К Богу Им нужно Научиться Отказаться От убийства Животных Невозможно Придумать Больше Нелепиться Чем Отверждение О том Что убийство Животных Не имеет Никакого Отношения К духовному Самоосознанию Самое Прямое Отношение Имеет Потому что В первую очередь У человека Исчезает Такое качество Как милосердие То есть Он Почему Человек Убивает Говорится Что Одно из Таких Выражений Что Мы убиваем Других Живых Существ Из Зависти И из Ненависти То есть Это такое Проявление И Мы можем Как угодно Себя Обмануть Но если Мы начнем Себя Разбирать Мы поймем Что Некое Такое Вообще Непонятное Чувство Как Оно живет Где-то В глубине Нас И мы должны Избавиться От этого Чувства Потому что Это Зависть И ненависть Она не дает Нам возможность Идти по Духовному Пути Невозможно Придумать Больше Нелепица Чем Утверждение О том Что убийство Животных Не имеет Никакого Отношения К Духовному Самоосознанию Это Опасная Теория По милости Кальюги Породила Множество Так называемых Саньяси Которые Прикрывая Сведами Проповедуют Убийство Животных Этот вопрос Уже обсуждали В своей Беседе Шичитами Шичитами Господь Шичитами Имула Чхан Кази Шайхеп Шичитами Шитами Это есть Глава Где Господь Шичитами Встречается С Чхан Кази После того Разбил Отверг Авторитет Вет Он Пошел На это Чтобы Уберечь Людей От греха Убийства Животных О Несчастных Животных Отбоин Устраиваемых Их Старшими Братьями Которые Много Говорят О Всеобщем Братстве Мире Справедливости И равенстве Пока Убиваются Животные О Справедливости Не может Быть Речи Господь Будда Хотел Прекратить Это Повсюду Поэтому Его Учение Ахимсы Распространилось Не только В Индии Но и За ее Пределами То есть Если Тут Нужно понять Что если Какие-то Живые Существа Обладают Телами С меньшим Так сказать С меньшим Функционалом У них Меньше Разума Меньше Ума Меньше Каких-то Таких Интеллектуальных Инструментов То Это Почему-то Люди Которые Обладают Всем Этим Делают Вывод Что Они могут Поедать Эти Живые Существа Это Такой Жестокий Абсурд Дандаваты Бахты Пока Убиваются Животные О справедливости Не может быть Речи Господь Будда Хотел Прекратить Это Повсюду Поэтому Его Учение Ахимсы Распространилось Не только В Индии Но и За ее Пределами Формально Философию На самом деле Абсурд Люди Защищают Кошек Собак Но Поедают Тут же Самая Коров Очень много Парадоксов В этом Таком Жестоком Мире Как Можно Мать Которая Дает Молоко И Все Ее Ингредиенты Они Полезны Навоз Полезен Моча Полезна Масло Полезно Сметана Творог Молоко Все Что Дает Корова Все Используется Даже Шкура Когда Корова Умирает И Используют Для Определенных Нуж И Удивительно То Что Люди Которые Всячески Защищают Кошек Собак Общество Защиты Кошек Собак Существует Они Тем самым Сами Поедают Постоянно Мясо Формально Философию Господа Будда Относят К атеистическим Философиям Так как Она Не признает Верховного Господа И Отвергает Авторитет Вед На самом же деле Господь Замаскировал Свои намерения Господь Будда Воплощение Бога И Следовательно Изначально Учитель Ведического Знания Поэтому Он не может Отвергать Философию Вед Но Он Сделал Вид Что Отвергает Ее Потому Что Сурадвиша Демоны Враждебно Относящиеся К преданным Бога Ссылаясь На Веды Пытались Оправдывать Убийство Коров И Других Животных А Сейчас Этим Занимаются Нынешние Так называемые Саньяси Интересно Что Прахупада Он Даже Не Касается Просто Людей Материалистов Так называемых Духовных Людей Но Это Имеется Ввиду Что Есть Очень Много Саньяси Майвади Которые Считают Что Все Едино Все И что И Можно Есть Все Что Угодно Главное Это Быть Непривязанным Господь Будда Был Вынужден Полностью Отвергнуть Авторитет Вед Не Будь Это Просто Формальностью Господа Будда Не Признавали Бы Воплощением Бога И поэтому Джайдева Ачарья Вайшнавов Ачарья Вайшнавов Не поклонялся Ему В своих Транцедентных Песнях Господь Будда Как и Шинкарачарья Проповедовал Начальные Принципы Это Джайдева Мы В дни явления Различных Аватаров Мы поем Эту Песню Джайдеву Госвами Даша Аватара Стотером Она довольно таки Длинная Мы только что Ее пели Вчера пели Ее Сегодня пели Мы поем Обычно Утром Вечером В дни явления Различных Аватаров Господа И это Вот говорится О поэте Джайдеве Это Вайшнавский Поэт Ачарья Он написал Эту Даш Аватара Стотером Которых Он Прославляет Все Десять Аватаров И Одна Из Шлок Это Как раз Она Посвящается Господи Будде Сейчас Ее Прочитаем Шарира Джагадиша Харе О Кешево Господь Вселенная О Господь Хари Принявший Форму Господа Будды Вся слава Тебе О обладающий Сострадательным Сердцем Господь Будда Ты Осуждаешь Убийство Бедных Животных И Совершаемое В соответствии с правилами Ведических Писаний Жертвоприношения О Кешево Господь Вселенная Господь Хари Принявший Форму Господа Будды Вся слава Тебе О обладающий Сострадательным Сердцем Господь Будда Ты Ты осуждаешь убийство бедных животных, совершаемое в соответствии с правами ведических жертвоприношений. Рекишно. Не будь это просто формальностью, Господь, Господь Буды был вынужден полностью отвергнуть авторитет Вет. Не будь это просто формальностью, Господа Буду не признавали бы воплощением Бога. А поэт Джая Дева, Ачарья Вайшнаф, не поклонялся бы ему в своих трансцендентных песнях. Господь Буды, как и Шанкар Ачарья, проповедовал начальные принципы Вет в наиболее приемлемой для того времени форме, утверждая тем самым их авторитет. Таким образом, и Господь Буды, и Ачарья Шанкара прокладывали путь к теизму. А Ачарья Вайшнаф, в особенности Господь Шичитане Махапрабу, вели по нему людей к достижению цели этого пути – возвращению к Богу. Шримад Бхагаватам был составлен перед самым началом века Кали, около пяти тысяч лет назад, а Господь Будда приходил около двадцати шести столетий тому назад. Таким образом, Шримад Бхагаватам предсказан приход Господа Буды, такой авторитет этого ясного писания. В нем содержится много подобных пророчеств, и они сбываются одно за другим. Так будет подтверждаться безупречная репутация Шримад Бхагаватам, свободного от любых ошибок, иллюзий, обмана и несовершенств, четырех недостатков, присущих всем обусловленным душам. Свободен от ошибок, иллюзий, обмана и несовершенств. Живые существа обладают четырьмя недостатками – это склонность совершать ошибки, впадать в иллюзии, обманывать других и несовершенствовать чувств. Освобожденные души выше этих недостатков, поэтому способны видеть и предсказывать события, которые произойдут в далеком будущем. Харе и Кришна, на этой радостной ноте мы сегодня закончим наше утреннее занятие. Мы почитали, немножко рассказали о Господе Будде. Вот вечером мы попробуем что-то почитать, рассказать о Шриневасе Ачаре. Вот сейчас мы поем. Харе Харайя Нама Кришна Ядавайя Намаха Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 его сочетанных кинута курки идеально что плачу джиганат хадас бабы же махарашки идея шерупа на угуру варгаки и джайна матча решила хридас так урки и джайна от коти ваш на уринды киджа и бады видя кушан и киджа еще лишь ватчаровать так урки и джайна чина рот там шимананда шини вас чаре пробу киджа еще в ринда он даст так урки и джай шел кришн доска и раджики и джайка сад гослами в ринда он на киджа из а пошла дошли нитянда пробу киджа из а пошла дошли манма хабрабу киджа ящичи рады кришна гопи гопинат шяма кунда рады кунда гири гвардхана киджа шутха бакте вигна вина 6-й рисим хадэв киджа и бахта пробора прохода махарашки тулы си махарани киджа ганга ему на жуки джай гранта ратчим от богу там читая чердангита киджа ищуяшна в раджа савха киджа ищуяшна в ратмат киджа ищуяшна маипурки еджа ищуяшна в бодлитки еджа и я увеличила бахте выхода махачки и я уitter платье своем хорошо далее я у�� что greasy бахти нир мало чарим хорош киджа я вам лишь напад шила бахти рожан макусулу махарашки идея шить и танец росла от махача риндики идея я еще по отведу роман пробу и я еще бахтям ритма хавир махарашки я не ощупать бахти ашрайданди махарашки идея я еще мать и бахти варит и девики идеально что подвешивая ним сила чем бахти дан с вами пропадки идея вся слава всем преданным киджа день божественного линия господа буды киджа и не лишнего сачарей киджа и тайгу примананды дающего груды в гуру махараш всем преданным киджа и тандавада дорогие преданные харе кришна встретимся в обед наверное если все будет и по плану харе кришна